Доброе всем время суток с Ханукой, Ханукасамея, Фрейлехе Ханука. Во время праздника Хануки мы произносим благословение Шаасани Симлаву Тейну, который сделал чудеса нашим отцам. И заповедь Хануки, Леодоту Леалель, благодарить и восхвалять дословно, это отдельная тема, что это значит, но для чего мы это делаем? Это называется персуми ниса. Мы должны лифарсэм на современном иврите означает делать известным. Персуми это реклама. Лифарсэм это сделать явным, сделать известным. Чудо. Для того, чтобы сделать чудо известным, я бы хотел поговорить, что такое чудо, и потом немножко, что такое чудо Хануки. Прежде всего, я помню такие воспоминания детства, что, здесь говорят, the old country в старой стране, в советском и даже в какой-то степени постсоветском пространстве, вера в чудеса характеризовала такого, как бы отсталого, какого-то закомплексованного религиозного человека, который не понимает, как работает природа, и у него есть какие-то, так сказать, странные, нерациональные, ненаучные взгляды, какие-то верования, в какие-то чудеса, над которыми, так сказать, иронизировали просвещенные, в кавычках, образованные люди. Так вот, я хочу сказать, что эта концепция не просто выдумана, но, так сказать, совершенно не имеет никакого отношения к тому, как Тора видит чудо. Я думаю, что кто-то, более-менее получивший еврейское образование, знаком с этой книгой, которая называется Мишне Торуали Рамбом, да, называется Яда Хазака, потому что у нее 14 частей, Яд, 14, да, и Рамбом Маймонид, да, Нешера Гадоль его называют, он составил код и кодекс еврейских законов, которые охватывали всю Тору, включая законы Храма и т.д. И это монументальный труд, и Рамбом даже писал, что, может быть, письменная Тора его труд будет охватывать всю Тору, но, конечно, появилось много комментариев, как мы знаем потом, это отдельная тема. Но это действительно монументальный труд, и понимание Рамбома, анализ Рамбома является неотъемлемой частью еврейской учености, если кто-то знаком с тому, как учатся в Яшивах, он это знает и т.д. И мы о том поговорим. Так вот, почему я это говорю, потому что это называется Сефир Амада, да, Амада, да, тут написано Аава, мы сейчас не будем в это входить, но Сефир Амада, Мада это не наука, наука это в современном иврите, Мада это наука. У Рамбома в Средневековье, да, то есть это XII век, да, для Рамбома это то, насколько мы понимаем основы Торы и проявления Всевышнего в этом мире, я так вольно переведу, это он называет Мада. Так вот, если бы чудо занимало, как мы понимаем чудо, что-то, так сказать, сверхъестественное, да, и даже как это описано в Торе, рассечение моря, выпадение мана, египетские казни, чудо Меалятева, надъестественное чудо, занимало бы значительную часть в его понимании Торы, в его подходу к мире, то, несомненно, Сефира Мада и часть, которая называется Илхот, Ясудея Тора, это бы обсуждали, но Илхот, Ясудея Тора, говорит Лаврихтен Жей, вообще не включает понятие чудо в нашем понимании, да, сверхъестественного чуда, и во всем Сефира Мада, которое объясняет нам основы Торы и познание Всевышнего проявления в этом мире, чудо упоминается один раз в отношении Авраама, не рассечение моря, там и т.д. Это, конечно, Рамбом верил и знал, что было рассечение моря, были египетские казни, но это, как говорит Мишнатперг, было запрограммировано, да, и на определенное время, которое не относится к нашему времени, и сейчас в нашем мире чудо не занимает основное, главное, существенное место, да, мы должны знать, учить, но мы не надеемся на чудо, мы не ждем чудеса высшей природы, и наша задача выполнять Тору в этом мире. Опять же, используя эту аналогию, представьте, что у вас есть компьютерная программа, и у нее там было запрограммировано там на два часа дочи апгрейд, или какое-то одноразовое событие, так, так сказать, немножко утрируя, Рамбом воспринимает чудо, да, и вся задача Торы, да, есть пророчество, кстати, Рамбом очень много говорит о пророчестве, но пророчество было очень давно, а после разрушения первого храма нет пророчества. В нашем мире, вот, в котором мы сейчас, мы должны выполнять Тору, понятие чудо, над естественного чуда, фактически не упоминается, и не включено Рамбомом в его книгу. Я скажу в двух словах, почему. Рамбом придавал огромное значение законам природы, изучения их. И он говорит, что эти законы, законы природы, гарантируют стабильность Вселенной, не позволяя Вселенной вернуться в состояние первоначального хаоса. Дарование Торы, среди прочего, имело целью установить пределы возможного, дабы человек сохранил полную свободу выбора. И люди не могут свободно жить в мире, где нельзя предсказать последствия тех или иных действий из-за неожиданных изменений в естественном порядке вещей. То есть, если бы были постоянные чудеса, или вам нужно было бы какое-то чудо, чтобы вы поверили во Всевышнюю, а мне другое чудо, и там каждому третье чудо, то мир был бы непредсказуем. И поэтому, Рамбом говорит, не было бы свободы выбора. И свобода выбора это основа всей Торы. Это, да, включено в труды Рамбома и Мишну, и это, да, основа всей Торы, потому что нет смысла в заповедях, если нет свободы выбора. Роботы и ангелы не могут выполнять, то есть, физически запрограммированные объекты или духовно запрограммированные объекты не могут выполнять волю Всевышнего. Это, я цитировал, Рамбома Муреневухим, глава третья, 3.32. И Рамбом говорит, существование свободы воли, маволи Перкеавод, да, его комментарий. Он говорит, ограничивает проявление чудес, нарушающих законы природы. Всевышний не меняет природу человеком посредством чудес. Именно на этом принципе основывается заповеди предостережения, награды и наказания. Да, и он дальше говорит, если бы человек был не свободен в своих пособиях, тогда все заповеди, все предостережения Торы не имели бы смысла, поскольку выбор бы не завысил бы от человека. Да, и это вот так Рамбом в этом же видении Перкеавода разъясняет то, что говорят мудрецы в трактате Бахот 33 лист, что все в руках все в руках небес, кроме страха перед небесами. И это, казалось бы, противоречит тому, что говорит, на первый взгляд, другой, не менее известный еврейский духовный авторитет, да, то, что мы называем Решуним, один из средневековья, я бы так перевел, Рамбан Нахманит, который жил в поколении после Рамбова, он говорит, казалось бы, прямо противоположную вещь, реализация всех благословений обещанной Тори. Помните, Рамбан говорил, что если человек не свободен в своих возрастах, а все заповеди предостережения Тора не имели бы смысла, поэтому должна быть свобода выбора, поэтому не может быть чудес. Рамбан Нахманит говорит, реализация всех благословений обещанных Торой в своем комментарии к Торе, он говорит, ничто иное, как чудеса, поскольку, к примеру, обильные дожди, да, помните, мы в Шумах говорим, например, нужны для хорошего урожая или победы в войне с врагами, как следствие соблюдения законов Тора, это благословение, которое Тора дает за соблюдение заповедей, не заложенным в естественном порядке вещей. То есть, Рамбан говорит, нет, есть какая-то программа, естественный порядок вещей, но для того, чтобы пришли благословения, реализация благословений, нужно прямое вмешательство сисадмина, нужно прямое вмешательство человека, который управляет программой, и тогда, опять же, в рамках законов природы, поэтому я, я скажу, что немножко это преувеличенное разногласие, но в рамках законов природы это чудеса. И я сейчас закончу это вступление и попытаюсь показать вам, как это может быть связано с законами Хануки. Прежде всего, как мы сказали, Рамбан, Маймонид говорит, что чудо очень ограничено, нежелательно, и в какой-то степени ограничивает свободу выбора. Поэтому мы считаем, что заповеди не должны быть связаны с чудесами или с чудесными надъестественными объектами. Даже есть принцип, что пророки не должны путем пророчества определять еврейский закон Аллаху. Или другой пример. Раф Соловейчик задает, казалось бы, простой вопрос. Сейчас мы подходим к Хануке после этого введения. Он говорит такую вещь. Ну, как мы все знаем историю Хануки, был горшочек с маслом, в котором было масло на один день. Это чистое масло. Я не буду входит, зачем нужно было чистое масло. Казалось бы, можно было пользоваться нечистым. Это отдельная тема. Получистое масло на один день. Они его зажгли. Оно горело восемь дней. Таким образом, он говорит, что первый день это известный вопрос Кушият Бейт Йосеф. Что первый день оно горело само по себе. Не было чуда. Оно горело естественно. Первый день было естественно. А остальные семь дней было чудо. Таким образом, праздник нужно говорить все шейхьяновы, кейману, что ты довел нас, и Ассанья Симша сделал чудо не в первый день, а хотя бы со второго дня. Да, в первый день это нельзя делать. Православедчик говорит, что первый день, казалось бы, не было чуда. Это Кушият Бейт Йосеф. И кроме этого, даже в остальные дни с этой точки зрения, казалось бы, нельзя говорить браху на зажигание. Нельзя было говорить браху, потому что если что-то сделано в результате чуда, не является материальным объектом, как сказано, для Минуры нужен шемензайт, а не шеменнес, масло из маслин, а не чудесное масло, то есть принцип, что нельзя выполнить заповедь с помощью надъестественного объекта. поэтому масло результат чуда не может служить маслом для зажигания Минуры. Есть даже теоретический докон, если чудесным образом надъестественным произвести мясо и молоко, то их можно морить вместе, потому что это неестественные продукты. Теперь, как же мы справляем праздник Хануку? И он говорит очень интересную вещь, к которой мы вернемся, он говорит, что чудо Хануки не было в увеличении количества масла, а в увеличении его качества. Например, мы знаем, и мы сейчас посмотрим, что Рамбан говорит про это. Был такой объект в храме, который назывался Шулхан, стол, дословно. Так вот, это Шулхан, на который клали хлеба, Лехом Апаним, особый хлеб, и это символизировало материальное благословение. Так вот, благословение этого хлеба было не в том, что он как-то увеличивался в размере, он был довольно скромных размеров и необычной формы, но, как говорит Талмуд, он не черствел этот хлеб, и небольшое количество насыщало очень надолго. Поэтому мы должны помнить, и это очень глубокая идея, что благословение, оно не обязательно в увеличении количества. И даже во многих случаях это не так, потому что количество в этом материальном мире ограничено, и мы всегда хотим больше, чем у нас есть, больше единиц каких-то, чем у нас есть, денег, квадратных метров жилья, чего угодно, больше, чем у нас есть. Но количество не всегда можно изменить. Можно, но не всегда. И это во многом контролируется небесами, как говорил Рамбам, все в руках, количество бейдэйшамайм, а мы влияя на себя можем повлиять на это, но это бейдэйшамайм. А вот качество, оно является более духовным понятием, и поэтому качество, оно в принципе безгранично. Качество, например, добрых дел, как вы помогаете другому, качество вашей молитвы, качество изучения Торы, оно безгранично. Количество может быть ограничено, а качества нет. И поэтому Рав Соловейчик говорит, что благословение Хануки, чудо Хануки, это чудо увеличения качества. На иврите Ихуд Велокамуд. И поэтому везде мы видим, что качество побеждает количество. Меотим, Мульрабим, да, малочисленный против многочисленных, качество побеждает количество. Маораль говорит еще одну интересную идею, опять же, связанную с этим подходом. Он говорит, что число семь символизирует материальный мир. Шесть граней предмета, шесть граней куба, например, других предметов. И семь это предназначение, или шесть дней недели и шаббат. Шаббат это смысл предназначения Макора Браха, источник благословения. Так вот, яван, юд, нун, нун, софит, да, это в гематрии шестьдесят шесть. Шестьдесят шесть, это как бы шесть и шесть. Шесть, это, как бы, как мы говорим по-английски, экзекьютиф фанкшн, это способность познавать мир, но без какой-то цели, да, цели нет. Семь это цель, помните, семь это цель мира, и поэтому яван, ефет, ефт он расширяется, как говорит Тора, у него необычная способность познавать мир, но, как говорят в науке, не задавайте теориологических вопросов. Нельзя сказать, для чего, почему, есть только вопрос, как. Это яван, с этого начинает Аристотель, и почему Аристотель появляется после разрушения первого храма, потому что пропадает ощущение божественного присутствия, пропадает пророчество, и поэтому создаётся впечатление, что Всевышний как бы стал менее духовным, отдаляется от Всевышнего, его можно познавать только логически, поэтому Аристотель говорит, мы не знаем, мы не можем доказать, что мир сотворён, и мы считаем, мир вечен, прах на нашем уста, и так мы его воспринимаем, и так происходит до теории большого взрыва в 20 веке, все следуют Аристотель, и это Ефет, да, Аристотель, как вы помните, был тьютором такого молодого человека, которого звали Александр Македонский, который в 30 лет настолько расширил греческую культуру на основании этого 6 на 6, да, вот этот подход, вот этот подход, как бы, да, как помните, Эльфа Петров говорил, что, да, работать по-марксистски, оставьте небо птицам, и вот практический подход, очень такой, организованный, во всём, армия была организована заново, наука, управление, система управления, это было совершенно новое, не сопоставимое ни с чем другим нововведение, и Александр Македонский завоёвывает весь цивилизованный мир, фактически, за три года, да, погибает в раннем возрасте, и вот этот Яван, Ефет, 6 на 6, говорит Маораль, это познавание этого мира без его цели, без 7, да, и поэтому Ханука, говорит Маораль, должна была быть 8 дней, потому что 7 это что-то, например, цель этого мира, да, 7 дней недели для шабата, да, или цель, какая бы была там, есть в мире цель, да, не просто какое-то оторванное, так сказать, познание мира, но в мире есть цель, а как вы знаете, как я могу это доказать, должно проявиться что-то, что выше материального мира, выше материального мира, это 8, поэтому Ханука должна была быть 8 дней, чтобы показать, что в материальном мире есть цель, так вот, давайте посмотрим, вернемся к Рамбану, на Хманиду, и посмотрим, как мы можем понять чудеса с точки зрения подхода на Хманида, как он сказал, реализация всех благословений, брахот, фтори, и также он относится к заповедям, это все не сим, это чудеса, и даже повседневные вещи, то, что солнце всходит и заходит, это все чудеса, и, например, если вы немножко больше знакомы с еврейскими источниками, например, может быть, мы сделаем отдельный урок про это, есть интересная мишна, по-моему, в трактате Псахим, про вещи, которые сделал царь Хискиягу, который был в 6 веке до нашей эры, был праведным царем, и одно из действий этого царя было то, что он спрятал книгу лекарств Сеферер и Фуот, и мудрецы сказали, что он сделал правильную вещь, так вот, Маймонит, Рамбам и Нахмонит, Рамбан расходятся в понимании того, почему он сделал правильно, Рамбам говорит, что в этой книге содержались, почему в древнем мире для лекарств использовали яды, и люди просто могли использовать эти яды и как передозировка река сможет быть смертельной, и использовать их как, так сказать, в плохих целях, как яды, и поэтому нужно было это спрятать. А Нахмонит говорит совсем другое, да, он говорит, что может быть люди бы тогда не обращались к Всевышнему, на что Рамбам отвечает, что это не так. Он говорит, что нужно пользоваться естественными способами. Если голодный человек находит хлеб и ест его, тем самым избавляясь от мук голода, скажем, что этот человек утратил веру в Творца, что нужно действовать через естественные, через естественные пути. И на самом деле я, как, так сказать, по моему скромному пониманию, не совсем вижу разногласия между ними. Маймонит говорит о, так сказать, общей картине, мире, в котором мы должны притворять Туру, и поэтому в этом мире нельзя полагаться на чудеса. Но Маймонит говорит, например, в законах Чувы о том, что человек должен установить, что задача человека, как мы говорили, это установить как бы диалог со Всевышним, как то, что называется relationship. И это невозможно, если видеть все, что происходит, как просто компьютерную программу вокруг нас. С другой стороны, Нахмонит, помните, мы говорили про стол, про Шулхан, у него есть необычный комментарий на эту тему, который в Порошат Трума, это шмот, глава 25, Кавгей, пасук 24, Кавдалет, слова Зер Загав. И он говорит, что этот стол в храме это символ богатства и величия. И это секрет этого благословения в мире, о чем мы говорили. Помните, он сказал, что все чудеса. Но какие чудеса? Он говорит, что благословение Всевышнего происходит, говорит Нахмонит, не путем над естественных чудес, что что-то, что нельзя ожидать, что Всевышний ждет тиваре ешми айн, да, а валь улам кимин хагонуэг, но это известная фраза, что мир управляется своими законами, адам кимин агонуэг, дыхти, потому что написано в книге Берешит, глава 1, пасук 31, Всевышний увидел все, что он создан и все очень хорошо. Но когда будет необходимость, через эти законы природы может прийти благословение и дословно тусифло добавиться к ним, как в истории Ильиши и женщины, когда он ей дал благословение, спросил, что у тебя в доме? Она сказала, у меня есть горшочек с маслом, он сказал, принеси все сосуды, поскольку сосуды были, это масло лилось. И, кстати, как говорит Раф Соловейчик, от этого масла не нужно было отделять десятину, потому что это было чудесное масло. И мы видим, что на самом деле и Маймонид и Нахмонид видят мир на самом деле очень похожий, но Маймонид концентрируется на как бы контексте воплощения Тора, может быть, Арамбанг концентрируется на нашем диалоге со Всевышним. То есть, в некотором смысле ничего, Маймонид об этом говорит, ничего не существует независимо, кроме Всевышнего, и поэтому то, что мы существуем, каждый момент, это в некотором смысле чудо внутри закона природов, как говорит Нахмонид, и мы должны быть за это благодарны. И я еще хотел бы упомянуть подход Раби Нахмона из Браслова, который подчеркивает это, да, и говорит, что мы должны благодарить за каждую мелочь, которая у нас есть, и также говорит Сефер Хувата Левавод, да, он говорит в конце четвертой главы Шару Бетахон Волота в издании, что наивысший уровень упования, это что человек доволен тем, что у него есть, вот как оно есть сейчас, и верит, что полагается на Всевышнего, что это наилучшая для него ситуация. И Раби Нахман к этому добавляет еще одну интересную на его взгляд идею. Он говорит, у него есть такой Сепур-Ма-Сиот, такая притча, в которую я не буду входить, но идея состоит в том, что когда Всевышний в каком-то смысле скрыт, его присутствие скрыто, и в нашем мире это еще больше выражается, да, и он приводит то, что мудрецы говорят в Таркадисе Нейдрин, что во время перед приходом Машеха эмет наидерет, то есть правда как бы наидерет это скрыто, но эдерет это еще стадо, наоса адарима дарим, да, становятся, дословно, разбиваются на группы, то он говорит, что иногда признание того, что происходит, признание этого сокрытия, да, именно это парадоксально открывает Всевышнего, то есть понимание, что Всевышний скрыт в этом мире, что в мире, как мудрецы сказали, улама шекер, да, что в нем преобладают силы зла, как раз парадоксально именно это признание открывает Всевышнего, да, в этом мире, он приводит, кстати, еще интересную идею, он говорит, что если ты не знаешь, в каком обществе ты живешь, послушай его шутки, как он говорил, анекдоты, да, что по анекдотам можно понять, насколько много лжи в этом обществе, и я только помню такую фразу скоммунизить, если вы помните, значит украсть, это само собой говорит, и в каждом обществе есть свои анекдоты, я не буду их обсуждать, да, это показывает, показывает, насколько много лжи в этом обществе, он говорит, что ложь будет усиливаться, и он приводит пасук из Таилим, по-моему, из Мерли, Йома-Шаббат, да, он говорит, выятцыцу по аллей авен лишь мадамадеят, дословно, вырастут как трава те, кто делают нехорошие вещи, и для того, чтобы они были уничтожены навсегда, и не очень понятно, почему они должны вырасти как трава, так трава очень быстро, и так упорно, так сказать, успешно, потому что как садовник, да, он не может копаться в корешках, и так сказать, выкорчевывать все сорняки, он поливает все, да, и вдруг эти сорняки растут намного быстрее, чем культурные растения, но их видно, и потом их можно выкорчевать, да, это так немножко, так сказать, утрирует, и Рабинах, он говорит, что даже в мире Торы тоже будет проникать ложь в очень необычной форме, он говорит, что человек может процитировать что-то совершенно правильно, и так сказать, ничего не исказив даже, и даже он думает, что это делать с хорошими намерениями, но если это не сказано правильному человеку, если это кого-то напугает, оттолкнет, или просто он подумает, ну какая чушь, заснет, то это ложь, потому что задача Торы приближать человека ко всевышнему, и поэтому если что-то сделано не так, или не для того, или не в той форме, поэтому нужно быть очень осторожным, то это тоже в некотором смысле ложь, но в конце концов, в конце концов, понимание и признавание того, что это так, оно парадоксальным образом приведет в конце концов к открытию Всевышнего, он говорит, что когда мир, кажется, что мир прагментирован, старайся сконцентрироваться на правде, хотя бы для себя понимать правду, это очень интересная вещь, и может быть в этом лежит еще одно объяснение Хануки, что объяснение, которое дают детям в детском саду, оно не такое, так сказать, взрослое, потому что да, Маковеи победили греков на короткое время, они все равно остались вассальным государством, и на самом деле восстание было против Гзирот, то есть они остались под властью Греции в той или иной форме, или частично, или полностью, и потом совершили большую ошибку, там у них был конфликт, они привели римлян, и мы знаем, что случилось, и там у них было много неприглядных моментов после этой победы, поэтому это как была вспышка света в темное время, и потом, к сожалению, еврейский народ пережил много трагедий, почему же так важно, почему же так важно это чудо, да, именно с горшочком масла, Рав Шмулевич говорил это как, так сказать, поцелуй Всевышнего, да, что даже в самое темное время Всевышний показывает, что я все равно с вами, да, как, например, когда римляне спустя там несколько сотен лет подавили восстание Бар-Кохбы и убили всех защитников Бейтара, да, то произошло странное чудо, да, их не давали хоронить год, и, так сказать, трупы их не разложили, сказали бы, что это за чудо, почему лучше было бы чудо, чтобы они победили, но так не могло случиться по какой-то причине, но Всевышний все равно показал, что он с нами, и так же произошло, помните с Иосифом, мы сейчас читаем про Иосифа, когда его продавали в рабство, то Раша говорит, что он ехал с караваном, который нес благовония, а не мазут или какой-то асфальт или нефть, которые воняли плохо, которые воняли, почему? Потому что, какая разница, лучше бы он ехал домой с вонючей нефтью, а не в рабство, так сказать, с благовониями, но почему это такое большое чудо, Раша говорит, что даже в самой нижней точке Всевышний показывает, что он с нами, и это главная, так сказать, главная идея. И это чудо Хануки, казалось бы, оно было не нужно, можно было зажечь нечистым маслом, тут ума утраба цибур, я не буду в это входить, но они хотели сделать лучше, они видели, так сказать, эту тьму, эту, так сказать, ложь, и тем не менее, они хотели, они стремились к Всевышнему, и Всевышний показал, что он с ними, и в этом, так сказать, идея Хануки, что с одной стороны, мы должны выполнять Тору в рациональном, материальном мире, а с другой стороны, мы находимся в постоянном диалоге со Всевышним, и каждое наше действие, каждое наше стремление к Всевышнему приводит в такой свет, который открыл Хануку в этот мир. Спасибо.